Девчонки, недавно на моем канале задавали вопрос на тему того, Настя, почему ты не покупаешь декоративную косметику, берешь БАДы и берешь бытовую химию. А все потому, что мне этой косметики огромное количество, я этим еще не перепользовалась, да, и сроки годности уже подходят. Я не так часто выхожу куда-то в свет, я не так часто крашусь, и поэтому у меня все накапливается, накапливается. Я решила, что я не хочу вкладывать, скажем так, деньги в косметику, та, которая потом остается за ненадобностью, за ненужностью, выброшена куда-то, либо кому-то отдана, да. И так как я большое внимание уделяю все-таки больше в последнее время здоровью, состоянию кожи и так далее, поэтому и упор я делаю, уклон на БАДы. Вот недавно я приобрела себе, ну тоже это не новинки у меня были, ну потому что у нас девчонки, посмотрите, у нас каталог обновляется каждые три недели. Каждые три недели появляются какие-то новинки. И просто если ты будешь скупать все новинки, декоративки, уходовых средств, ну это просто у тебя будет такой, знаете, косметический магазин дома, и большинство средств за ненужностью, ну останется, выйдут сроки годности, и это будут потраченные деньги зря. Я сейчас быстренько пробегусь по той косметике, и вы поймете, ну что в принципе для одного человека такое количество, ну это даже слишком много. И даже часто такое бывает, что мне приходится это перебирать и потом отдавать. У меня тоналка из нового, что вот я брала, это Фаберлик тональная сыворотка, реально крутая сыворотка, вообще от души могу смело рекомендовать. Там есть три оттенка, у меня натуральный розовый, и хотя натуральный розовый он должен быть какой-то с розовинкой, видите, он больше похож на натурально-бежевый. Это оттенок у нас 6175, реально крутая сыворотка, незаметная на лице, не дает плотного перекрытия, покрытия, то есть крупные какие-то прыщи у вас не уберет, но неплохо выравнивает лицо, придает такое, знаете, сияние, немножко как бы лифтинг-эффектом обладает за счет вот этих вот каких-то светоотражающих частиц. Потом у меня вот эта вот палетка для скульптурирования в ходу, а именно вот этот вот средний цвет, не средний, а вот посерединке которой, его используешь как хайлайтер, можно, то есть он и есть как хайлайтер, но для дневного макияжа он слишком хайлайтер, такой хайлайтеристый, то есть он слишком светящийся, слишком, то есть там у него такие частички более-таки перламутровые, но на вечерний макияж, да, на дневной будете сильно блестеть, и поэтому я вот этот оттенок конкретно использую для теней, очень красиво смотрится в качестве теней, я прям кайфую от него, прям невероятный цвет. Вот этот вот бронзант, то есть вот этот вот скульптор у нас, а вот это бронзант, вот этот бронзант я даже использую иногда в качестве скульптора, и такое лицо симпатичное становится. Палетка неплохая для скульптурирования, не я, если я делаю какой-то такой, знаете, простенький макияж, то чаще всего пользуюсь ею, либо вот этими двумя палетками, тоже видите, у меня две палетки, еще старый вариант, где румяна были, чуть розовее, и новый вариант, где румяна более коралловые такие, тоже в ходу у меня эти цвета, и эти палетки для скульптурирования, это то, чем я чаще всего пользуюсь, даже вот дно образовалось. Вот этот я тоже наношу в качестве теней, базы по тени, дырочка виднеется у меня для скульптуринга, вот этими румяшками я могу тоже как тени наносить ее, ну то есть я экспериментирую, я иногда куда еду, там на недолгий срок беру вот эту вот палетку, и мне ее достаточно для того, чтобы сделать полностью дневной макияж. Потом у меня что еще тут, что еще тут, тоналка чуть-чуть осталась у меня в Feel Fresh, у меня очень много пудры, пудры, я хочу избавиться от какой-то части ее, у меня есть вот такие вот румяно-шариковые, тоже кому-то либо их нужно отдать, либо подарить, либо может быть разыграю на канале, потому что я практически не пользовалась ими, у меня в двух оттенках, это такой, знаете, цвет загара и розовый оттенок, может быть разыграю, но потому что мне столько не нужно, я не думаю, что хоть побрезгует, прям уж сильно пользоваться. Потом из хайлайтеров у меня есть вот такой, вот его даже можно наносить, у нас есть, это корректор называется, у нас есть такой же желтый, по-моему, зеленый, фиолетовый для маскировки разных там прыщей, синих кругов под глазами, желтых пигментных пятен и так далее. А вот этот, это хайлайтер, его тоже можно использовать как хайлайтер, немножко капать в тональный крем и будет подсвечивание такой кожи, будет более естественно здоровый цвет лица. Румяна из серии у меня от Марии Вэй, кремообразные, они самые лучшие румяна. Это, знаете, когда минимум хочется макияжа, либо летом, я прям буквально наношу румяшки, у меня нарощенные реснички, чаще всего летом я сейчас стараюсь делать, чтобы не пользоваться тушью, блеск для губ и все, и вперед. Они такого нежно-кораллового цвета, прям обожаю их, не выкидываю, хотя может быть уже и срок годности прошел, потому что, ну, идеальный для меня румяна. Вообще коралловый цвет, он идет абсолютно всем, и брюнеткам, и блонденкам, и рыженьким, он просто дает естественный румянец на лице. Какая-то пудра у меня, здесь у меня что-то пудры очень много, пудра, которая у нас была в, ну, как паундер, порошок такой пудровый, со светоотражающими частицами. Есть вот такая вот у меня тоналка, она более плотная, то есть тоналок, видите, у меня много, по сути. Вот куда еще брать, зачем что-то еще новое брать, когда еще это не использовано? Вот получается у меня их тут целых 4 штуки. Целых 3 штуки скульптуры, скульптуринга. Вот куда, зачем мне еще брать, если я еще это не использовала? Я говорю, я крашусь не каждый день. А потом, что у меня тут еще? Это вот раньше у нас был, по-моему, сейчас нету, для тела иллюминайзер. Там крупные перламетровые частички, просто как бы для каких-нибудь вечеринок, не вечеринок. Есть вот еще такая пудра в шариках, тоже с эффектом сияния. То есть у меня получаются пудры 1, 2, 3, там где-то новое, я покажу сейчас 4. Мне сейчас на тестинг дали, подарили пудру минеральную. Ну, то есть дофига, не фаберличная минеральная. Вот это вот тушь классная, офигенная тушь. Вообще все могу смело рекомендовать, даже если у вас ресничка нету, она сделает вам прям чуть ли не накладные ресницы. 52-48 без гусиных лапок. Потом у меня вот в таком стике, румяшки, розовенькие, нежненькие, база под помаду. Иногда даже как бальзам наношу, когда у меня бальзам заканчивается для губ. Это старые еще румяна. Люблю их, прям не выкидываю, чтобы до дна добить. База под тональное средство. Тушь, она прям вот такая вот есть и есть, как во флаконе. Так иногда макияжа с ней делаю, балуюсь. И вот тут, по-моему, пудра, которая тоже не мешала бы разыграть, потому что я ее не пользуюсь. Это типа пудра, которая не пудра, а совмещает в себя многофункциональный продукт. Пять в одном. Это румяна, это... Или пудра, это вообще что-то такое. Румяна, это вообще румяна для лица. Ну, что-то как-то вот не в ходу они у меня. Давайте еще посмотрим, что у меня здесь из декоративки. Да, вот это, вот это у меня все помада. Вот помада. Вот помада. Вы меня спрашиваете, почему я не беру. Вот помада. Вот помада. Вон там помада. И еще часть, я еще индийский чемодан не разобрала, с собой брала. И здесь у меня коробочку я выделила специально под тени. Здесь тебе кремовые тени, старые еще eye to eye. Вот эти вот любимые, когда я им накрашена, чаще всего спрашивают Настю, что это у тебя такое на глазах. Это тоже вот старые тени. Это вот запеченные тени. Я так не открою их сейчас одной рукой, они туго открываются. Здесь коробочка у меня прям под тени выделила. Вот эти коробочки удобные, если кому-то пригодится вам мой лайфхак. Это из-под конфеты и фрашел. И реально его можно использовать как контейнеры под какую-то косметику. А здесь у меня старая такая, знаете, видавшая виды палетка для лица. Но она у меня, видите, для бровей. Я использую вот этот вот оттенок активно. Вот эти как-то цвета у меня что есть, они что нету. Но держу ее только вот из-за этого оттенка. И так иногда могу пользоваться. Потом у меня порядка для бровей. Но я тоже ее использую, беру чаще всего, когда куда-нибудь еду. Потому что отлично подходит для макияжа глаз. Ну, я ее в основном использую для макияжа глаз. Для теней, для подрисовки бровей. У меня вот я вам показала какой. Но иногда могу вот этот взять, но он темный. Прямо так активненько она уходит у меня. И знаете, такой универсальный продукт, который взял с собой и брови накрасил там. И глаза. Потом вот эта палетка у меня еще есть. Мне нравятся вот эти розовые тени. Иногда я их так миксую, делаю красивый макияж глаз. Из новых у меня вот эта палетка. Но я еще даже не все оттенок попробовала. Это к вопросу о том, почему я не беру косметику. У меня просто столько, что... Тут разные карандаши у меня лежат. Карандаши разные. Это я немножко отложила, потом здесь порядок наведу. Сейчас привезла чемодан, нужно его разобрать и переложить. У меня просто карандашики лежали в косметичке, в такой тоненькой. Ну вот, собственно говоря, девочки, и все. И мне этого более чем достаточно. Это косметики. Надо вообще сделать ревизию. А, да, из пудры. Вот у меня еще пудра. То есть, понимаете, у меня получается... А где у меня новая? А, новые продукты у меня вот лежат. Вот у меня еще пудра новая. Раз пудра. Два пудра. Три. Четыре. Четыре, пять. Еще шестую мне подарили. Ну, понимаете, да, что мне еще, если даже выйдет какая-то новая пудра, она мне вообще не к чему. Лаки тоже нужно перебрать, кому-нибудь отдать, потому что я лаками не пользуюсь делаю. Ну, в основном на ноги наношу, поэтому надо перебрать, какие на ноги оставить или нет. А, вот еще седьмая пудра. Мне кажется, семь пудр. Куда мне столько? Мне столько не нужно. Ну, ладно, я думаю, на этом все, девочки. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И регистрируйтесь в компанию Фиберлик. Можете заказать все со скидками до 26%. У нас очень много разных акций различных. Я об этом тоже сейчас немножко приду в себя. И сниму вам видео. Для тех, кто не знает, сейчас потрясающие акции в компании Фиберлик. Прямо, знаете, все тебя будет и оденут, и подарки подарят, и интерьер создадут в твоей квартире, бытовую технику подарят. То есть у нас сейчас прям просто шквал каких-то подарков в компании, поэтому присоединяйтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!